Кажется, более мягкое имеет законодательство к эмигрантам, но все-таки большинство едет в США. Это сейчас так есть или может иначе? Сейчас в Канаде эмиграционное законодательство очень ухудшилось в плане эмиграции для граждан бывшего Советского Союза. Раньше было проще, значительно проще. И в США едут больше. И даже тогда, раньше, когда в Канаду было проще ехать, все равно в США ехали больше. Просто страна с более развитой экономикой, меньше холода, многие едут в теплые Штаты. Кстати, про Майами я не сказал, в Майами тоже очень много украинцев. Плюс как-то США более раскручено, сам бренд иммиграционный. Исторически все-таки это главная иммиграционная держава мира. Поэтому я не скажу, что сейчас происходит так, что в Канаду не едут. В Канаду едут, конечно же, едут. Но все равно значительно меньше, чем в Америку. Значительно меньше. Мы не занимаемся Канадой вообще, я не знаю деталей, я не могу ничего ответить по Канаде. Такой актуальный вопрос. Фактор войны. Нам известно, что в Испании были конфликты между русскими эмигрантами и украинцами. Потому что разные политические взгляды на тот конфликт, что сейчас в Донбассе. Было ли такое явление в США? Знаете, такого, что там били друг друга, не было ни разу. Я думаю, что это исключено здесь. Но, конечно, там, знаете, за столом иногда бывает. Даже у меня был случай такой. Я был приглашен на одно мероприятие. И встретились россияне и украинцы. Причем женщины. Ну и в спор там, а вот там, Россия права, Украина права. Ну, то есть, это в основном просто какие-то говорилки за рюмкой водки. Нет такого единения. Здесь все, как-то, знаете, называются русские. Но не в плане, что они русские по национальности. Потому что используют русский язык. В основном все равно же, конечно же, русский язык основной. Хотя я знаю некоторых украинцев, наших клиентов, которые все равно поддерживают украинский язык. Общаются только на украинском. И детей приучают. Но разногласий таких нет здесь. Как-то вот Америка, она гасит вот эти все. Даже я понимаю, что есть люди такие агрессивные по натуре своей. Я не встречал этого. Что-то. Еще несколько вопросов мой коллега имеет. Он придумал. Может, интересно будет про кейсы какие-то поговорить, как вот украинцы, например, политического убежища просят. Ну, посмотрите. Да, 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 секунду. Меня зовут Саша. Да, здравствуйте. Несколько вопросов. Вы говорите, что, ну, общий язык русский. Но мы можем здесь говорить, что первые волны украинской эмиграции не больше как бы формировали вокруг себя какое-то сообщество. А эти новые волны, волны, они больше ассимилируются уже в американское общество. В общем, те старые. Но ассимилируются, я думаю, что это зависит от человека все-таки. Есть люди, которые не ассимилируются. И даже те, которые раньше уехали не ассимилируются, и которые сейчас приехали не ассимилируются. Они вот живут в своей среде. Основной язык русский не из-за того, что там украинцы не хотят говорить на украинском. Просто так получается, что работодатели, если они работают у работодателей, они все-таки в основном говорят на русском. Потому что работодатели это евреи, которые уезжали с Советского Союза. И многие не говорили на украинском языке. Им даже ближе был там идиш, допустим, и русский, чем украинский язык. Поэтому я же не нахожусь в семьях украинцев. Наверняка в семье, если они с того же Львова, они говорят на украинском. Но вот если я вижу где-то в магазинах, допустим, там они общаются с продавцами, то они говорят на русском. Нам еще с этой стороны, если смотреть все эти американские сериалы...